ВИЧ теперь не приговор. Тем не менее, тенденция, что вирусы все чаще выявляют у молодых, настораживает. В антилидерах по количеству инфицированных в Восточный Казахстан. На что могут рассчитывать люди, узнавшие тревожный диагноз, узнавала Зауреж Бетимбаева. Более трех тысяч жителей региона живут с диагнозом ВИЧ. Терапию, как лечебную, так и психологическую, многие получают здесь, в областном спидцентре. Андрей Чернышов уже 18 лет живет с этим статусом. Но мужчина давно понял, что ВИЧ – не смертельный приговор. Главное – не впадать в депрессию и вовремя петь лекарства. А они сейчас не имеют побочных явлений. С 2008 года Андрей стал защитником ВИЧ-инфицированных. Создал общественное объединение. ВИЧ помолодел. Но есть много и старой инфекции. Бывают такие случаи дискриминации какие-то, что отойдите, подвиньтесь подальше, на меня не дышите. Вот эти вот такие есть моменты слабые, вот их надо прорабатывать. Вот мы этим и занимаемся. Каждый год врачи фиксируют в Восточном Казахстане в среднем 300 новых случаев заражения. Статистика грустная. Регион в антилидерах по стране. За последние годы тенденция идет увеличение именно полового пути. Если раньше заболевали, скажем так, лица, употребляющие инъекционно-наркотики, если это раньше было, скажем, 80%, то сейчас у нас даже за прошлый год это около 30%. По словам врачей, от инфицирования не застрахован никто. Но чаще ВИЧ выявляют у мужчин. Бывает, что люди не знают о своем статусе и могут передать вирус своему партнеру. А женщины узнают о болезни только при обследовании, например, в связи с беременностью. Мы пытаемся убедить ее в том, что если она будет выполнять все рекомендации, то она родит здорового ребенка, что такие методы сейчас существуют. И это реальность. Мы рожаем в год до 50 деток, которые являются здоровыми. И мы их наблюдаем полтора года и потом снимаем с учета. Есть пациенты, которые отказываются от лечения. Поэтому в центре работает пункт доверия. Здесь людей консультируют и бесплатно выдают шприцы, средства защиты при половом контакте, салфетки и экспресс-тесты. Также можно заказать экспресс-тест онлайн. Это все можно сделать самому, конфиденциально, анонимно. Всего лишь нажать QR-код. Также здесь есть дружественный кабинет. И ящик для анонимов. Им больше пользуются родные ВИЧ-инфицированных. Завриш Бетимбаева, Дамир Айткужанов, Усть-Каменогорск, Первый канал Евразия.